Здравствуйте! Как дела? Пожалуйста, пишите все слышно хорошо или нет. Посмотрим, как эта опция будет configurирована. Кстати, есть там ссылка на Zoom и есть код, чтобы заходить. Поэтому, если кто-то хочет поучаствовать прямо на прямом эфире, можете просто заходить и потом говорить, когда мы будем делать упражнения. Вижу, уже люди заходили. Это хорошо. И мы будем сейчас объяснять вот эти порядковые числительные в испанском. Кто может объяснить в двух словах, что такое или кто такие порядковые числительные? Кто скажет, как это будет звучать по-русски? Сейчас покажу мой экран. Привет! Привет! Привет, Катерина! Привет, Эльга! Как дела? Как дела? Все хорошо? Я буду здесь в Мадриде. Здесь в Мадриде солнечно. И так солнечно, что даже не могу на экран смотреть, потому что солнце. Это я не ною. Не думайте. Это просто так. Хорошо. 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 Ну, давайте посмотрим. Привет! Гоунара! Что такое порядковые числительные? Это вот эти словечки, которые означают или указывают порядок номера. Например, по-русски бывает первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и так далее. Но дело в том, что в русском надо очень много запоминать. Надо потом двадцать первый, двадцать второй, сотни двадцати ттт и так далее. Но в испанском все проще. Испанцы или испаноговорящие только когда ведешь подсчет что-либо, все верно. Поэтому в испанском у нас читается до десяти. У нас есть как бы название до первых чисел. Например, первый, примеру. Сейчас покажу. seg-ди, segundo. По-русски, первое, 타-пьеруи. Где-то, второе, третье, пят著, пьем, и так далее, и так далее, Хоть есть, есть такое, есть, к примеру, одиннадцатый, есть такое название по-испански, это «Онцеаво» будет, не знаю, видно или нет, «Онцеаво», давай сделаю чуть-чуть побольше. Здесь «Онцеаво», здесь «Досеаво» и так далее, но никто так не говорит, люди как бы ленивые существа, мы все ленивые, поэтому мы говорим «Онце», после «десятий» мы уже переходим к числительным непорядковым, то есть к обычным числам. И мы говорим «дэсимо», но после «дэсимо» мы уже говорим «Онце», поэтому надо просто запомнить до десяти, и эти числители согласаются с определенным существителем, то есть они как бы не сами по себе идут, они всегда идут вместе с каким-то существителем, поэтому они меняют род и число в зависимости от того существительного, с которым они идут, и при этом ставится перед, перед существительным. То есть, например, у нас есть такая фраза, первые уроки, первые уроки, las primeras clases, vale? Primeras, вот эти первые, как и на русском, идут перед существителем, vale? Las clases primeras, нет, las primeras clases, первые уроки. Или вторые уроки, las segundas clases. Здесь мы видим, что primeras меняет род, vale? Потому что clase – это она. Хоть и русские говорят «el clase», это типичная ошибка, он говорит «el clase», но это все равно она, vale? La clase. Поэтому «primera», поэтому мы ставим вот это «a», потому что «a», потому что «классе», no? И так как это еще не только один урок, а несколько, потому что это все-таки уроки, мы еще добавляем «es», vale? Las primeras clases, первые уроки, потому что несколько. «el octavo piso», восьмой этаж, «el octavo piso», уже «piso» – это мужской род, поэтому «o», мы пишем тоже в конце «o», octavo, восьмой, не «восьмая», а «восьмой», «el octavo piso». И опять перед существителем. Окей? Ну, я не. Извините, потому что я повторяю все время «ok», ладно, vale? Это у меня слова-параситель, поэтому буду по-другому чуть-чуть пытаться, например, «entendido», что переводится как «ponятно», или «de acuerdo», ну? То есть договорились, ну? «De acuerdo». Окей, прекрасно. Значит, «la segunda puerta», вторая дверь. «La segunda puerta», да? Как вы видите, все согласуется. И там «a», и там, как бы, числительным идет «a», и потом тоже «a», vale? Для обозначения чисел больше десяти используют количественные числители. То есть после десяти люди уже не заморачиваются, уже начинают пихать туда количественные, vale? Поэтому мы говорим уже 11, 12 и так далее. И при этом, когда идет «после десяти», когда уже больше не употребляем вот этих порядковых числительных, мы тогда ставим «после существительного». Такие номеры, да? Например, на тридцатой странице. Тридцатая – это больше десяти. Поэтому в испанском мы уже переходим к числительным. Мы больше не употребляем порядковые. Поэтому мы говорим «en la pagina treinta» на тридцатом странице. Но при этом вы видите, что уже «после» идет вот эта тринта, ну? Раньше было «перед», «примерас», «а теперь после». «En la pagina» потом какая? Тринта. Прямо. Как бы «на страница» тридцат, дословно. Или «en el piso treinta». На тридцатом – это есть. Окей? Ну, есть пока вопросы. Тенейс «пригунтас»? По «аора», пока еще. Но есть какой-то крайний случай или есть исключение. Окей? Это именно когда вот эти числительные первые и третьи. Окей? Охо! Внимание! Числительные «примеро» и «тертерсеро». То есть первые и третьи, и обратите внимание, что это именно «о». Это мужской род, теряют конечный «о» перед существительным мужского рода единственного числа. Мужского рода единственного числа. Когда вот эти числительные первые и третьи идут вместе с существительным мужского рода единственного числа, они теряют последнее «о». Валя? Окей? Д'accordo? То есть мы говорим «Vivo en el primer piso». «Vivo en el primer piso». Я живу на первом этаже. Живу. Сегунду. «Vivo en el primer piso». Я сделал чуть-чуть поглиже. Вот как раз здесь, но. «Primer piso». То есть мы не говорим «Vivo en el primero piso». Да, должно быть так. «Vivo en el primero piso», но «теряет». Вот это «primer». Первые и третьи, они «теряют». Вот это «o» и получается «Vivo en el primer piso». Такое явление происходит не только с этими словами. Есть еще другие слова, с которыми или которые тоже теряют «o». Но мы сейчас сконцентрируемся на вот эти порядки вычислительные. «Vivo en el primer piso» или «Vivo en el primero». И здесь мы просто говорим «Живу на первом». Поэтому здесь как бы второе условие или условие перед существительным здесь не происходит, потому что здесь «primer piso» без существительного. Это правильно. Только действует, когда идут вместе существительное. Поэтому здесь мы все равно пишем «primer piso». Потому что дальше нету никакого существительного. «Окей». «No es cómodo». «No es cómodo vivir en los primeros pisos». «Это неудобно жить на первых этажах». «Окей». И здесь видите, что «primeros» не теряют «o». Почему? Потому что это моностынное число. И вот это правило, она гласит, она говорит, что имена единственного числа. «Вале?» «Не моностынное число». «Если моностынное число, то все ок. Все хорошо». «Валее?» «Виву на el primer piso» и так далее. Или «en el tercer». «Это не только пример, мы еще говорили». «En el tercer». «Виву на el tercer piso». «Я живу на третьем этаже». И еще тирает «o». «Охо!» «Внимание!» «Название учебних курсов употребляется без артикле». То есть... «Ола?» «Ай, алген ай?» «Окей». «Если хатите, в любой момент вы можете спросить». «Валее?» «Тие, которые в зуме». «Мой бен, «эстой» «эн» «сэгундо». «Я» «втором». То есть, если «я» говорю просто «эстой» «эн» «сэгундо». Это значит «я» во втором. «Люди, как вы падразуми баеут, втором курсе». «Валее?» «Если мы ничего не говорим, как правильна падразуми баеутся курс». «Яучус» на втором курсе. «Эстой» «эн» 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 «сэгундо». «И при этом, не употребляем артикл». «То есть, эстой «эн» «сэгундо». «Не «эн» 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 «сэгундо», а просто «эн» «сэгундо». «Эта, как вы точно значат курс». «Мой бен». «Валее» «вээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Окей, теперь лучше Хорошо, первая ночь в Праге Как это переводится? Можете прямо в чат написать Или... Можете прямо в чат написать Давайте переводим на первая ночь в Праге Кто скажет? Можете, легко, да? Окей Окей Да, это легко как в испанском, но потом будет в русском Это, да? Первый день в испанском Первый день в испанском Очень хорошо Су-сегунду маридо Су-сегунду маридо Его второй муж Да, такой прикол Да, толерантность все-таки это бывает, да, здесь в испании Часто, кстати, и бывает, но да, потому что Су-сегунду маридо Су-сегунду маридо А может и я А может их Если там многочисленная семья Может тоже Су-сегунду Ну, здесь да, скорее всего И я, второй муж Су-сегунду маридо Корректор А.Кулакова Да, потому что здесь главный предлог, ¿no? En la séptima lección. Muy bien, correcto. Siguiente. Следующая. Да, en el noveno piso. Здесь piso, как бы, можем не говорить. Desde мы говорим vivo en el noveno, как бы, все понимают, что vivo en el noveno, я живу на девятом. Muy bien, siguiente. На десятом пису. Correcto, muy bien. На десятом пису. Треце. Или просто... Или просто на треце. Muy bien. Трецем или тринадцатом. Это тринадцатом. Correcto. Почему? Потому что после десяти уже больше не употребляем вот эти порядковые. Уже, как бы, как правильно, once, doce, trece. А вот это tercero, ¿no? Да, есть такое. Есть decimo tercero. То есть, все таки порядковые числительные, но они очень редко употребляются. Как вы, люди, не знаю, из-за летости, из-за неизнане, гавариатс разу треце. Есть такое, есть, онцеаво, doцеаво, и декимопримеру, есть, как вы, есть, варианты, шоу, декимопримеру, декимoseгунду, декимотерцеру, 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 декимотерцеру и так далее. Да, да, да. Мис, примерос, librос, эн инглэс. Мой ен, перфекто. Эзди, ес, внимање, патамуста, эн инглэс, ета не то же самое, што, де инглэс, ¿vale? Куал ес, ла диференця? Чоўм разница? По англэскаму, ¿vale? Де инглэс, ета по англэскаму. А, эн инглэс, на англэскам, написане на англэскам, ¿вале? Мой ен, вален, лисец, да, ла куарта бэз. Ла куарта бэз. Плохо слышно тех, кто в зуме говорит. Сейчас попробую Сделать побольше. Я вас слышу, не знаю, там, может, за эта программа. Но попробуем. Я хорошо слышу. Окей. Но я имею ввиду те, кто смотрят на ютубе, может, они слушают плохо. Или, но я повторю, в любом случае. Мой бэн, ла куарта бэз, четвёртый раз. Эллос аньос бэнтэ. Двадцатых лет? Двадцатых гадах? Вот. Двадцатых гадах. Двадцатых гадах. Не двадцатых лет, потому что двадцатых лет, это более, как бы, лично, но? И тогда говорят cuando yo tenía veinte años. Когда меня было двадцать лет. А так, это двадцатых, но? Эллос аньос бэнтэ. И видите, что сначала идет аньос, а потом уже бэнтэ. Меняется порядок, когда после десяти. Эллос аньос очэнта. Восмидесятых, это очэнта. Да, потому что восемь, это очэ, но? А очэнта, и это, кстати, как это, устойчивый сочетание или фразеологизм испанском, но с ломизмом очэк очэнта. То есть очэк очэнта, это как бы ни одно и то же, это, например, когда ты покупаешь, не знаю, ты хочешь покупать хлеб хороший, и тебе дадут плохой хлеб, и как бы тебя хотят обманивать, и ты говоришь, ну это нөзлөмимо очэк очэнта. То есть это, что вы говорите, что что-то не то же самое. Такой. Нөзлөмизмө, да, то есть, нөзлөмизмө, да, говорят. Нөзлөмизмө очэк очэнта. И действительно, это не одно и то же. 8 это 8 и 80 это 87 Поэтому в 80-е В 2010 году Или можно просто сказать В 80-е Что вы думаете? Можно так сказать? В 80-е Можно Можно как паруски В 90-е, в 2010 В испанских тоже можно сказать В 80-е Ну acordo В 30-е В 3-е В 3-е Курс, потому что это не габарит, и 2 артикла, и мы очень понимаем, как курс. В третьем, в первом, в четвертом и так далее. На третьем. Так, это в третьем, это артикле. Например, живой в третьем. И здесь мы понимаем, что это письмо. Нет, потому что это артикле. А если я живу в третьем, так как я живу на третьем курсе, ну, не каторе, но живу там долго, но я живу в третьем. Если нет артикла, то речь идет о курсе. Лос чикос де кинто. Как се традуце? Пятидесят, это синкуента. А, сороково? Нет, пятидесят, это синкуента. Пятнадцать. Это киндзе. Давайте разберемся. Остан, это синкуента. И мы знаем, что после десяти, как вы люди уже не употребляют, вот эти париатка вы, и говорят просто так, киндзе или синкуента. А вот это кинто, это пяти. Кинто. Пятнадцать. А, пяти. Пятнадцать. лос чикос де кинто, как это? Лос чик из пятава. Корректно. Из пятава курса, не, по-дресу, мы баетца. Пятнадцать, это пят, нет артикла. Лос чикос де кинто, и здесь, как можно было написать де кинто курсу. Мой бен, мой бен. Очень хорошо. Вижу это легко, да? Валет, пусть. Аора, теперь, наоборот, нам надо с русского на испанский перевести. Это будет веселее. Веселее. Окей. Си? Привет. Ола. Можем вернуться к прочитанию Ла Кварта Вэ? Мне кажется, мы его пропустили, Ла Кварта Вэз, по-моему, мы изделяли, это где-то здесь, да? Нет, нет. Вот. Мой, Кварта Вэз, да, четверти раз. Да. Ла Кварта Вэз, это четверти раз. Вэз, это она, vale? Это как будет раз, по-русски он, но по-испански это ла. Ла Вэз. Ла Кварта Вэз, Ла Примера Вэз, Ла Кинта Вэз и так далее. Мой, Вэз. Второй день, как будет? Давайте, так как у нас уже несколько, мы можем начать гульно, если я правильно напишу, читаю, потом Вика, потом Эва и потом Иван. И если кто-то не хочет ответить, то следующее. Гульно, как будет второй день? А, гульно. Нет, нет, вот Эзвес, мы сначала переводим вот эти второй день, как будет по-испански. Вика, третий день ва Франции? Я просто, эль терцеро дия эль терцеро дия эль терцеро дия в Франция? Неплохо, но есть что-то там не так. Так, кто может ответить? Правильно. Терцеро, потому что мы сказали, что... Да, единственный, единственный честный мужской род. Да, первый и третий, когда единственное число мужской род теряет о. Эль терцеро дия в Франции. Четвертая ночь в Москве. Ева. Четвертая, я просто не помню. Кто помнит? Терцеро, четвертая, я вообще не помню. Четвертая, да. Четвертая, да. Четвертая, это зависит, то есть зависит от существительного. Терцеро ель Zimmer. Эль терцеро, linespa за телефонной зь、 очень хорошо. Очень хорошо. Люка çocuk в Москве. И строг dois. И строг's. Подросток пер ibенту. Будем вместе. Прицель у них, это не моя свято, это? Да, это Ла кинта ночи в Москву Да, я хочу тени Ла кинта ночи, да, потому что Куарта это четверта, пята это Кинта Мой бен, первый муж Иван, если Витам и если нету Гульнар Первый муж Да, не primero, почему не primero Но не только мужской род Потому что То есть, да, мужской род Но еще единственное число Потому что если я говорю Первый муж Как вам нужно Лос примерос Мари И так, да, да Да, визу писут Эль пимер марид Эль третимус Вика Эль третимус Да, эль третимус Марито Корректо Да Эль третимус Это тоже муж Да, маридо Это тоже как бы Эль третимус То есть, маридо Это более как муж И эль третимус Это супруг Почему супруг? Потому что Эль третимус Есть супруг А есть супруга Эль третимус Но от марито Нету такого как Марида Поэтому Марито Как бы он Ну, bien Эль третий марито Вторая Вторая Жена Ева Вторая Жена La segunda Мухер La segunda Мухер Еще вариант На мухер Только Esposa Да Esposa Muy bien Esposa Кстати Это тоже Как эти Нарушники Vale Las esposas Это Нарушники Да Я думаю Что-то Звязано Там Там Есть Это Не просто Так Vale Окей Так Шестая Жена Здесь Как бы Да Шестая Жена Это у нас Гурлар 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 Да Шестая Мухер У У Шестая Мухер Muy bien Perfecto La шестая Мухер О Шестая Мухер Пиати Гот Дика Пиати Гот Мухер Гот Пиати Гот Гот В чате Тоже Катерина Писет Все правильно Да Окей Пиати Гот Седьмой Гот Геова Седьмой Гот Седьмой 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 Это просто семь А нам надо какой Седьмой Кто знает кто может Септимо Точно Септимо Мой бен Септимо аньо На девятам На девятам На девятам На девятам Да, на девятам Писо можно как бы Апустит На девятам На девятам Гульнад На девятам 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 На девянацтам Только на еще вот этот прелог И вместе с существительным На девянацтам На девянацтам На девянацтам На девянацтам На девянацтам Да, 30-то точно, только куда ставим. Толка по мин париадах, после 10-ти, после существительного. То есть, в 30-е годы, все таки. А, если я говорю, в 3-м году, в 3-м году, в 3-м году. Уже, как бы, париадах меняется. Мой бен. И, бали, в 30-е годы, в 40-е годы. В 40-е годы. Мой бен, да. В 30-е годы, в 40-е годы и так далее. На первом курсе, Гульнара. На первом курсе. На первом курсе. То есть, здесь можно сказать... Да, здесь курсы имеются в виду, курс, как бы, учебный курс. Уже ближе, уже ближе. Да. Можно по-другому, можно, как бы, сказать... На первом курсе. Да, это как бы, на первом занятии. Но это, как бы, не классы, это больше, как курс, учебный курс. Поэтому, когда речь идет о курсах, мы не употребляем артикль. Поэтому здесь, это правильно. Это М-пример. Только пример теряет О, когда вместе с существителем. Если пример идет сам по себе, то не теряет О. М-пример, exacto. То есть, la diferencia, разница, это, что вот этот пример, это правильно. Это когда мужской род, единственное число. И, как бы, третий пункт, это то, что он должен вместе с существителем находиться. Если он сам по себе, то М-пример и все. М-пример. Без артикля все понимают, что это, примерно, все понимают, что это курс. На первом курсе. Ла чика, де примерно, девушки, из первого курса. Ага. Мой бен. Только курс на первом курсе. Да. Только курс. И при этом курс может быть в университете или в школе, vale? На первом blocks, ли мне вас про�чике, про ищет. И губе пока курсе, strumируется в университете. Очень легко, да? Это как бы тема простая Какая-то вопрос или делаем еще вот это упражнение Так, секундочку Видно хорошо Окей, теперь как раньше каждый отвечает на какой-то То есть здесь надо заполнить пробелы порядковыми числителями Потому что мы видим, но не только порядковые Здесь мы видим цифры, и это как бы то, что мы должны Здесь первый, здесь второй Но есть еще больше десяти Есть, например, двадцать пять Поэтому здесь надо как бы выбрать Окей? То есть не только порядковые, может и другие Мы видим, значит, Гульнар читаем до сюда, до этих пор До министру А, Мира, он первый... Пример... 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 Пример-министро Пример-министро, все верно? Да Это первый, очень хорошо Теперь, Вика читаем до мужа Это концу... Сегунда... Мухер Ударение на А Потому что видим вот такой значок И если такой значок есть, значит там всегда будет ударно Очень хорошо Это концу, сегунда мухер Переводится Смотри, это пример-министр Он со своей второй женой Хотя, хоть не седьмой Там будет еще Окей Еба... Сигунде читаем до писо Тови вис энээмс Тарцара тисо Тарцара тисо Тарцара тисо Тарцара тисо Ты живешь на А Тарцаро Да писо Тарцаро тисо Писо Эта у нас он или на Пример-министр Пример-министр Да, но не забываем правила. Терцер пися, корректно. Очень важно произносить о, когда о, и а, когда а. Потому что если здесь мы говорим пися, это пикса по-русски, и да, поэтому пися, пися. Мой бен, Гульнар читаем до, до сюда, то есть, вот это. Но, vivo на первом, живу на первом. Дальше. И, то есть, Вика читаем до? Я живу на писяке. И, то есть, а я живу в писяке. Может, я не слышал, но давайте еще раз. Биво, Нель. Кинто, да. Кинто и финко как бы похожие слова. Финко это писяк, кинто это писяк. Мой бен. Лево читаем, следующее. До руида. Декимо. Мой бен. Декимо. Мой бен. Да, мне нравится больше десяти. Почему? Потому, что... Читаем до конца. Потому, что у меня закрыты. А, да. Астал не видят. Потому, что у меня нет шума. Потому, что у меня нет шума. Потому, что у меня нет шума. Мой бен. Следующее. Гульнар. Да, я только там. Произношение чуть-чуть другое. Я слышал «прима». И «прима» это... Это как вы... «Правильно. Это первая vez, что ты в Испании». Мой бен. То есть, это первый раз, когда ты находишься в Испании. Мой бен. Я посмотрю, как там в чате. Если что-то идет хорошо. Окей, по ходу да. Мой бен. Дальше «но». То есть, Вика, читаем дальше. Но я из-за... Кварта vez. Мой бен. И... Венга, аки. Я из-за квартавет, ке венгу аки. То есть, это уже... Чит-йорти раз. Я из-за... Приду. Приду. Вален, ева. Я не вижу у меня страницы нет. Почему-то. Я не могу понять чем дело. У меня вот заканчивается 10. Но... Могу там отель. И все. Я бы даже не вижу у меня нет страницы. Окей, теперь. Аора. И аора. Мегуста. Маск эластерес. То есть. Вот здесь. Сюда. Если что, вы можете... Можете открыть в Ютубе. И там 100% будет видно. Да, это не только у вас. У всех. Поэтому... Да, поэтому я... Призываю... Ну да, я поэтому призываю всех к зуму, потому что... Да. Удобно и в прямом эфире. В настоящем. Могу. Давайте дальше тогда. И аора. Гульнара пока... Девай не может. Мне густ connасс. Ке лаз-трес. И аора. Мегуста масс ке лаз-трес. Ке лаз-трес. Пример. Примера. Все верно. Трес. Примера. То есть... Теперь мне нравится больше, чем третий первый раз, если мне это то, что эти три первые. Теперь у меня открыла, но у меня появилась. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, дальше Вика. Вика. Септимо марио, очень хорошо. Вика. 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 Да, странный, странный премьер, да. Интересный премьер. Да. Не знаю. Пreguntaban поэль автор. Тамэль Каталинас пасек то автор. Да, потом напишу. И да, странный премьер, но зато запоминаю за премьер. Вот, да. Мой бен, siguiente, Гульнара. Эте hotel. Эте hotel. Я живу в Венгрице и... Ага, 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 25. 25. 25, мой бен. 25, 25. Да. Так как это уже больше 10, мы просто пишем как вы число. Но, то есть, я живу на пише 25. Вика, дальше. Вика, 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 сейчас будет. В girlfriend. Угу. Вesi 32. В курсе премьер. У полг이를 ставить госты. И в 47-м есть пистолет. Да, есть пистолет. Гульнар. В 19-м году. 12-м году. Упражнение 19-м. Упражнение 19-м. Очень просто. Это простая тема. Вот такая разговариваем. Давайте сделаем последнее упражнение. Погонтакт и контекст. Вы задайте друг другу вопрос и дайте ответ. То есть, сначала Гульнар спрашивает у Вики и Вики отвечает. Следующий вопрос. Вики спрашивает у Ева и Ева отвечает. Следующий. Ева спрашивает у Гульнара и Гульнара и так далее. Поэтому есть модель, есть ejemplo, пример. ¿En qué пiso vives tú? Виву в втором. То есть, на каком этаже ты живешь? Я живу на втором. Теперь, Гульнара, спрашивай у Вики. Ну, давай, первый уже сделали, второй. Вика, ¿en qué página estamos? ¿En qué página estamos? И сейчас скажу, покажу. Да, вот в таком странице. Вы видите, то есть, это 78. И вика, вичарь. Да, это и 8, а здесь 70. 70, 70, 70, 78. По слагам. Э, гер. Корректно. Какое упражнение мы делаем? Какое упражнение мы делаем? Набора. Ну, не так, раз. Ну, 9,鉄. Добро пожаловать на наш канал! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 и так далее. И все, вот эта правильная, 1 и 3 тирает О, когда они стоят перед существительным мусково-рода единственного числа. И другая правильная, когда говорится о курсах, там нет артикла, вообще, и все понимают, что речь идет о курсах, поэтому я на 2, я на 3, я на 1 и я на 1. Я знаю, там мне люди писали темы, но если есть какие-то темы, можете тоже в ютубе написать, и я подумаю, какую тему. О, а как ты выбираешь тему? По запросам, то есть, если я вижу, что многие пишут, например, порядковые числители, то я об этом делаю тему. И сейчас у меня как бы территория более начинающих или людей, у которых уже есть уровень, но не такой большой, поэтому тема простая. Но я уже думаю делать разные прямые эфиры для продвинутых, для начинающих, для продолжающих и так далее. Мне очень понравился твой эфир, когда ты рассказывал про поезд жилья. А, да, это полезно, потому что там много слов, которые надо объяснить. Да, да, да. И динамично тоже было там. Посмотрели дом у моря. Захотелось купить дом. Испания не открывает? Нет. Пока, по-моему, нет. То есть, во всяком случае для России, я знаю, что немцы могут на Майорку летать. На Майорку. А, ну из Бельгии, честно, я не думаю, да, можно. У нас теперь много французов из Англии, потому что там строго, ну, в Париже или Франции. И если вы ходите по центру Мадрида, вы слушаете французскую речь. Это прикольно. А кафе, рестораны, музеи открыты? Открыты, да, всё открыто до до одиннадцати, да. Да, кроме масок, как будто всё нормально, да? Субжентиво пишут. Сделать видео, окей? Окей. Субжентиво тоже это экспрессия. У нас? , dinheiro. Пока, пока. Пока-пока. Ну и все, закончили. Можно спросить тебя о значении одного выражения. Фихо дисконтиньо. Фихо дисконтиньо. То есть фихо это постоянное. А дисконтиньо это непостоянное. Поэтому это немножко оксимором, мне кажется. То есть фихо это когда линия, когда идет все ровно. А дисконтиньо это когда вот так. Поэтому не знаю, мне надо как бы еще контекст. Это может по поводу правил движения, может на дороге. Фихо дисконтиньо. Потому что там есть первая линяя и линяя которая, да, не знаю такую фразу. Это фихо, а вот это дисконтиньо. 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 Ну хорошо, так все. Спасибо за то. Если есть еще вопрос, пишите в под видео. В комментариях. И все, мне это все. В тексте писалось в мести фихо дисконтиньо. Фихо дисконтиньо. Не слышу такое Дисконтиную это как бы не 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 постоянный А фиже это как бы телефон фиже То есть фиксирован поэтому не могу сказать Честно Muy bien Pues nada, muchas gracias Nos vemos la próxima, спасибо всем Кто в чате, кто в зуме И И все, спасибо вам До следующего раза А, все, забыл Название автора Сейчас Это по-моему Русская и Испания А нет Ну да, Кармен Марин Палома Мартин Лора Томаньо Вот эти авторы этой книги Палома Мартин Лора Томаньо Да Да Окей Харшо Убиенциаз левичераз Субтитры создавал DimaTorzok Muchas gracias Субтитры создавал DimaTorzok